всем привет сейчас я буду показывать как покрывать правильно прозрачной глазурью наши обожженные изделия у нас будет кружка и к нему кружки блюдечко для этого нам понадобится тазик желательно чтобы не был носик но вовсе не обязательно нам нужен будет нужна будет некоторая подставочка чтобы обливать снаружи изделия я придумал просто банку с глазурью так нам нужна сама глазурь сегодня покрываем фаянсовую кружку поэтому я выбрала глазурь глазурь из желе на 1200 градусов еще нам нужно будут весы кисть кисть фломастер мерный стакан что делаем первую очередь первую очередь нам нужно развести глазурь в правильной консистенции и использовать именно правильно разведенную глазурь что значит правильно разведенная глазурь нам нужно чтобы 100 миллилитров глазурь весила 132-134 грамма это будет верная плотность как будем этого добиваться мы берем стаканчик мерный намеряем в нем 100 грамм воды ну это 100 миллилитров соответственно вот так отмечаем воду сливаем немножко бухаем глазурь чтобы у нас получилось 132-134 грамма 132 грамма получилось почти по риску это нормально следующий важный шаг который необходимо сделать это обязательно протереть влажной тряпочкой наше изделие которое мы вытащили из печи обязательный момент то что изделие мы достаем нежирными руками которые мы не ели салями и чтобы не оставалось на изделии ничего жирного соответственно чистыми нежирными руками мы только трогаем изделие протираем мы его от пыли если этого не сделать то будут проколы на глазури будут дефекты разного рода которые муторно будет очень устранять потом лучше сразу избавиться с таким образом чистой тряпочкой у меня одноразовая тряпочка я уверен что она чистая протираем изделие изнутри снаружи тарелочку сверху снизу переношу правильную разведенную глазурь мы заливаем внутрь кружки просто заливаем по горлочкам по возможности мне немножко не по горлочкам я вот так прокручиваю даем некоторое время глазури втянуться в черепок сливаем вот внутри у нас такое покрытие весьма ровно если будут маленькие потеки они не должны вас слишком сильно беспокоить обратно стаканчик сливаем глазурь теперь чуть-чуть дожидаемся когда глазурь внутри у нас хватится высохнет пока что можно облить блюдечко точно так же мы наливаем в блюдечко если она у нас глубокая либо просто обливаем если она у нас не глубокая глазурь ждем чуть-чуть чтобы она впиталась как-то так снаружи вытираем снаружи отдельно будем покрывать ровным слоем тоже кружка внутри высохла и будем сверху просто обливать ставим внутрь нашего наш миски и смело обливаем и ручку хорошо обливаем так все делаем ждем когда чуть-чуть схватится можно немножко потрясти чтобы на ободочке кружки ничего не осталось глазурь чуть подсыхает сливаем сверху также обливаем блюдечко немножко ждем когда высохнет если остались какие-то дефекты когда мы снимали кружку их можно подправить кисточкой чуть-чуть так вот аккуратненько обязательно у донышка вот эту каемочку мы протираем об тряпочку потому что мы не можем поставить изделие прям глазурью на печь нам обязательно нужно протереть стремяне у нас просто изделие прилипнет к печке так протерли и кружку также об тряпочку протираем донышко вот так весьма быстро мы покрываем изделие прозрачной глазурью вот так вот 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 Продолжение следует...